Всем привет! Новый день у нас наступил. Ещё более жаркий, чем вчерашний. Вглядываю из окна, мама моет собаку. Чтоб ей не жарко было, потому что всё-таки шерсть у неё очень чёрная, и ей гораздо жарче, чем малышке. Ещё такое солнце, что хочется щуриться, либо ходить в очках. Прям очень такое для глаз не очень приятное. Хотя вроде я бы не сказала, что прям это небо голубое. Нет, наоборот, даже немножко опасно. Но всё равно слепит, да, очень сильно. Вообще слепит. Лучше сейчас даже на солнце не находиться, потому что солнце такое очень опасно. Можно сгореть сразу. А кого это тут у нас помыли? Это кто тут такой сырой, мохнатый? Ой, это просто вообще смешно. Медведь-то такой мохнатый! Такая она смешная. Мишка, теперь тебе не жарко. Лапки помыли ей. Вся такая чистенькая стала. Она сейчас кудрявая будет. Сейчас её надо почаще мыть. Вон Стазик посадил, помыл и всё. Ну да. Ишь, лапки намывает. Зубку-то поднимала ей. Что? Зубку-то поднимала ей. А зачем? Это я её от жары спасаю. Она сейчас лапки намывает. Верно, что лапки тоже помыли ей. Сегодняшний день ещё более жаркий. 33 уже в тени. Уже давненько маки цветут. Они там у нас, за огородом. Нужно туда сходить, я думаю. Мы с мамой хотим съездить на велосипедах. Красные-красные маки. После поездки-то там и по грязи поездили, так это надо помыть, да? Да, пыль, всё, это грязь. Вчера успели два таких ящика собрать. И сейчас ещё мама днём ходила, собирала. Но жарко. Под солнцем не надо таким палящим ходить, собирать. Это уже лучше вечером. Потом надо будет всё это чистить ещё. Отбирать для закаток. Как вам размер инжира уже? Уже очень большой. На этом дереве вот такого размера инжиринки. Вот ещё покажу. Во. И на соседнем тоже есть. На более молодом. Вот. Мама говорит, что сейчас днём вообще уже ничего не получится делать. Нужно либо рано-рано утром встывать, пока нет этого солнца, либо уже вечером, когда она сядет, то уже можно что-то будет делать. Прям, знаете, даже кожа больно. Вот выходишь, и всё, сразу печёт. Так что прячусь в тени. Вот какие ещё цветы у нас очень красивые появились. Такие яркие-яркие. Очень красиво. Решили сходить всё-таки сейчас до Макового поля. То, что маки очень быстро слетают, да, вот, опадают. И нужно ловить момент. Как раз-таки вот в конце мая, в начале июня они ещё есть. Особенно их много бывает вдоль дорог. Едешь так вот в сторону Краснодара и периодически встречаешь поля с маками. Но нам никуда далеко не надо ездить. Здесь у нас рядом с домом всё, поэтому пешочком небольшая прогулочка для разнообразия. По такой полевой дороге пойдём. Здесь тоже считается, как есть улицы. Просто здесь ещё домов не так много. Хотя люди строят в поле. И, кстати, малыша с нами. Вот тебе вина. Всё равно выбежала как-то. Ну, пусть она охрана, она всегда с нами. Как-то так. Я тут обычно каталась на велосипеде и напевала песню. Я буду долго гнать велосипед. В глухих лугах его остановлю. Нарву цветов и подарю букет. Вот девушке, которую люблю. Мне нравилось на велосипеде под эту музыку кататься. Каждый год здесь маки у нас. Как из сказки. Маковое поле. Маки врос человеческий. Там трава будет только. У них запахи никакого нет. Они уже вот всё, нападают. Последние дни. Красивые. И вот так вчера папа скосил траву перед домом. Вечером уже стало не так жарко. Поэтому все втроём вышли сейчас продолжать убирать горох. Папа решил уйти в конец плантации. Я начну там от той просек, где я проведу вас. Потому что здесь я уже высадила. Ну, там. Правда. Я, кажется, вчера здесь ножницы оставила. У нас ещё пол плантации, если не две трети. Ну, конечно, сначала надо всё собрать, а уже потом чистить. А то будем все чистить, в время же уйдёт он и растёт. Всё правильно. Огромная плантация. Ау, папа! Ау! Далеко. Ау, папа! Я сейчас собираю горлов. Будешь еще? Хорошо, только чуть позже. У нас уже такие трещины в земле. Ужас. Не знаю, сколько рука влезет. О, земля трескается. Руку туда можно просунуть, такие трещины. Это тебе не чернозем. Вот, да? Все. Вот они, все трещины образуются. А я только что это показала, что трещины. У меня сухая. К вечеру температура уже упала до 26 градусов. Это уже комфортно нам собирать горох. Пастбищи целые. Я, кстати, в интервью посмотрела, что горох собирают с помощью такой техники специально, сельхоз. Но это те, где именно в масштабах сельскохозяйственных, больших, там проезжает такая техника, и она весь этот горох срубает. И потом уже, видимо, где-то там его как-то очищают. Вот. Ну, понятное дело, я не нашла никакие видео, как вручную собирают. Не смогла найти. Поэтому, может быть, те, кто знает, смогут рассказать нам все-таки, как на полях собирают горох, который именно на продажу, которые привозят в Краснодар, там, в другие города и продают на рынках. Мне почему-то кажется, что они тоже их срезают, но просто потом, ну, как-то вот это выбирают, чистят от этих вот палок. Я не только собираю, я еще и подъедаю его. Ну, мне так все делают. Сорвала. Какой красивый. Так. Хоба. Съела. Вот и все. И дальше пошла. Вот так сразу двумя руками можно. Сюда, сюда. В два раза быстрее. Вот так вот. Мы уже дособирали горох. И скоро у нас еще поспеет. Но поспеет вкусный, который сахарный. Вроде бы, он называется детская радость. Но я могу путать. Вот. Тот, конечно, уже будет очень сладкий. Сейчас там папа последнее досыбирует. И я вам покажу, сколько у нас в итоге ящиков с горохом получилось. Еще информация такая, возможно, кому-то интересно будет. Вроде как Азовское море прогрелось до 20 градусов уже в некоторых местах. Но я думаю, это не в нашем районе. Может быть, где-то в Ейском. Там, где по... Не так глубоко. Там до 22 градусов. Черное море гораздо прохладнее. Что-то около 16, 17, 18 градусов. Поэтому, собственно, как-то раз кто-то меня спрашивал. Как думаете, можно ли в начале лета еще купаться? Мне кажется, что вода прогреется только к середине июня. Вот. Конечно, купаться можно и зимой. Просто вопрос в вашем комфорте. Вот и все. Мы пока не открывали купальный сезон. Но я думаю, скоро на Таманском заливе уже откроем. Потому что уже жара стоит. Поэтому, думаю, вода там прогреется. Поэтому, когда откроем сезон, покажем и какая температура воды. Насколько комфортно купаться. Но это залив. Нужно понимать, что тут у нас мелче, мельче. Поэтому быстрее прогревается. Скоро приедут первые туристы. К нам в Темрюкский район. А в других районах уже вовсю люди отдыхают, конечно же. Потому что открытие сезона было еще на майские праздники. У нас нет. У нас, наверное, с начала лета только сезон будет открываться. Мне кажется, надо еще принести один ящик. Не, мне кажется, он уже не влезет. Если только с горкой. А собаки не растащат и так поставили? Да нет. Что они? Они же нас... Мишка не бегает, а малышка на родине. Они же не это... Траву-то и не едят. Ну, они просто для атак. Просто... Нет. Я думаю, нет. Здесь, Настя, почему поставили? Потому что здесь нет солнца и обдувают хорошо. Ну, самое то... Это у нас получается сколько ящиков получилось? Шесть ящиков. Нормально так. Конечно. Мы еще плохо собрали. Ну, как плохо? Нормально мы собрали. Ну, там же много есть. Ну, понятно. Еще много его, да. Еще там. Собирать да собирать. Просто мы сейчас эту порцию, ну, как бы партию уже собрали, надо ее перебрать, а там уже видно. Перерабатывать тоже не быстро. Ну, конечно. Тоже время займет много. Ну, понятно. Шесть ящиков перебери-ка. Девочки, разыграйся. Надо сейчас их накормить. Ксюш, потом малышку... Не малышку, а Мишку отпусти, пусть она побегает. Пусть она тоже погуляет. Ей же тоже хочется. Тоже целый день сидит. Ну, заняты были. Пусть побегает. Пусть побегает. Пусть побегает. Пусть побегает. Пусть побегает. Или с ней на веревочку побегает. Все пошло. Да-да-да. Слушай, там рубиски вообще нет, потому что они поливали. Мало поливали. Надо поливать сверху больше. В общем, завтра не будет, где они очень. Значит, надо будет поливать, как он делает. Пусть подогналы. Пусть побегает. Продолжение следует...